Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембето. Вы попадали в ситуацию, когда цена, поманив движением против тренда, заманивала вас, а потом резко меняла направление, заставляя выходить из сделки с убытком. Если да, то вам будет интересно узнать, как избегать таких ловушек в дальнейшем. Сегодня расскажу об одной из таких ловушек, но прежде чем продолжим, предупреждение о рисках. Торговля на бирже сопряжена с риском потери вложенных средств, а доход не гарантирован. Поэтому переходите к реальной торговле только после ознакомления с методами ограничения рисков. В первой части расскажу, как формируется паттерн и как его использовать для входа в сделку. Во второй половине будет тест, при помощи которого сможете оценить свое понимание материала. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. В самом конце подведем итоги теста. Те, кто захочет улучшить результаты теста, смогут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Когда цена обновляет максимум, она подтверждает тренд вверх. Обратите внимание, что при формировании ловушки на откате, максимум чаще всего обновляется незначительно и цена возвращается под пробитый уровень. Идет ниже и пробивает последний минимум. Сейчас мы только рассмотрим общие признаки, а чуть далее объясню, что стоит за формированием паттерна. Последний признак – цена идет выше максимума 2, тем самым подтверждая продолжение тренда вверх. Схема – это хорошо, но предлагаю рассмотреть, как паттерн выглядит в реальности. В качестве примера выбрал два варианта паттерна. Первый на нисходящем тренде, а второй на восходящем. Оба паттерна отвечают трем критериям. Сформированный на тренде, цена пробивает уровень последнего отката, после чего возвращается в тренд. Чтобы входить сделку осознанно, важно понимать, что стоит за формированием паттерна. Поэтому сейчас разберем причины формирования движения. Пробой максимума – подтверждение тренда вверх. Часто максимум обновляется не сильно, а формируется что-то похожее на двойную вершину. Если говорим про тренд вверх. Когда цена не закрепляется выше максимума 1 и пробивает минимум 2, вначале активируются стопы, что стоят под минимумом 2. А потом там появляются лимитные заявки на продажу. Такое движение выдавливает из бумаги часть покупателей, закрывая их стопы и вовлекая медведей, рисуя им разворот тренда вверх. Этот паттерн называется ловушкой, так как формирует привлекательное место для входа в разворот тренда. На эту приманку чаще всего попадаются трейдеры, мечтающие войти в начало разворота и потом на протяжении долгого времени получать с этого прибыль. Те, кто создают такие ловушки, на самом деле не сильно заботятся о том, что они отнимают стопы или ловят ловушку. Они решают свою сугубо практическую задачу. Тренд вверх. Нужно для дальнейшего заработка добрать позицию. Где ее добрать? Понятное дело, за ближайшим минимумом. Но тут важно понимать, что для того, чтобы выкупить предложение, что стоит под минимумом 2 и обновить максимум, нужно, чтобы баланс сил был на стороне покупателей. В противном случае пробой минимума 2 утянет цену ниже. Поэтому такие действия под силу только серьезному капиталу. Теперь посмотрим, как не попасть в ловушку и войти в сделку, извлекая из паттерна прибыль. После того, как цена на восходящем тренде пробила минимум 2, выставляем заявку Buy Stop на покупку выше уровня. Если цена возвращается, то она активирует заявку и сделка на покупку открыта. Стоп выставляем за уровень, агрессивно, или за минимум консервативно. Логика входа в шорт зеркальна. После того, как цена на нисходящем тренде пробила максимум 2, выставляем заявку Sell Stop на продажу ниже уровня. Если цена возвращается, то она активирует заявку и сделка в шорт открыта. Стоп выставляем за уровень, агрессивно, или за максимум консервативно. Таким образом, вход происходит там, где стоят стопы, попавших в ловушку. А сейчас при помощи теста проверим, поняли вы материал или нет. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения отводится около 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Admiral Markets. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка на регистрацию в описании к этому видео. Первый пример. Приготовили бумагу и ручку? Хорошо, тогда начинаем. Задача найти на этом графике откат с ловушкой. Паттернов на графике может быть несколько, а может быть только один. Ваша цель – найти все. Готовы? Время пошло. Нашли? Хорошо. Запишите себе плюс один балл. На этом графике я больше не увидел паттернов. Двигаемся дальше. Кстати, если вы где-то увидите паттерн, который я пропустил, напишите об этом в комментариях, буду вам благодарен. Второй пример. Приготовились. Начали. Получилось? Очень хорошо. Когда ищете паттерн, проверяйте себя критериями. Третий пример. Готовы? Начали. Если нашли – очень хорошо. Ставьте себе один балл. Четвертый пример. Приготовились. Начали. Нашли? Пример был не очень сложный. Думаю, вы справились. Не забывайте записывать себе баллы за правильные ответы. Пятый пример. Прошли половину, не расслабляемся. Приготовились. Начали. Как думаете, ведь до того, как сформировался паттерн, тренда не было? Почему в этом месте уже можно сказать, что начался нисходящий тренд? Подумайте и своими мыслями поделитесь в комментариях. Ставьте плюсик и идемте дальше. Шестой пример. Приготовились. Начали. Смогли найти паттерн? Очень хорошо. Обратите внимание, как цена резко уходит из зоны отката. Поэтому вход в подобных местах дает преимущество, так как цена стремительно уходит в плюс от нашего входа. Седьмой пример. Не очень сложный. Надеюсь, многие с ним справятся. Готовы? Начали. Как и сказал, пример не очень сложный. Обратите внимание, что и здесь, как только цена возвращается к тренду. Движение усиливается. Восьмой пример. Приготовились. Начали. Нашли? Отлично. Двигаемся дальше. Не забываем добавлять себе еще один плюсик, если ответили верно. Девятый пример. Готовы? Начали. Получилось найти? Если да, ставьте себе плюс один балл и идем дальше. Осталось совсем немного. Последний пример. Приготовились. Начали. Определили паттерн? Хорошо. А сейчас просуммируйте все баллы и подведем итог по тесту. Напишите в комментариях, сколько вам удалось набрать баллов с первого раза. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов, неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если результат в пределах от 7 до 8 – это хорошо, но и его можно значительно улучшить. Если вы набрали 9 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить. Скачав презентацию из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите сколько баллов вы смогли набрать в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!